Уважаемые друзья Уважаемые друзья Вы сможете в ближайшие 2-3 игры организоваться и показывать достойный хоккей По крайней мере все у вас для этого налицо, все есть Причина заключается в том Первое, что я в свое время, месяц где-то может полтора назад Когда шло формирование команды, обещал вашим тренерам, что я обязательно найду время, чтобы с вами встретиться Но обстоятельства сложились так, что раньше я не мог, позже я тоже не смогу Поэтому пришлось с вами встречаться в день вашего матча сегодняшнего Говорят, что это не очень нормально и полезно для команды Но имея небольшое отношение к хоккею и немножко разбираясь в нем Я все-таки делаю ставку на то, что мы же мужики в конце концов Поэтому тот 30-40 минут, те, которые вы сегодня потеряете здесь В Национальном Олимпийском комитете Никак не повлияют на вашу слаженную и хорошую сегодня игру Почему я хотел с вами переговорить в начале сезона Я хочу, чтобы вы просто из моих уст услышали несколько важных моментов Во-первых, вы знаете, в кое место хоккей занимает в системе белорусского спорта Я хочу, чтобы вы четко понимали, я не позиционирую себя хоккеистом Если говорить о моем спортивном кредо, я совсем не хоккеист, а футболист Но так судьба сложилась, что получив травму колена, мне пришлось заниматься хоккеем В детстве, конечно, я играл в хоккей, как и все деревенские хлопцы Только не так, как вы, а сначала в морозы заливая где-то площадку на берегу речки Сначала ведрами, потом помпой противопожарной Делали этот клочок льда и там на этом льду воевали друг против друга Такой был тогда хоккей Начинал я с протаря, потому что был малышом И большие ребята меня куда? Ну, установись в ворота Ну, когда я уже подрос, я уже начинал играть нападающим А потом стал футболистом Вот там и травмировался Поэтому вернулся к своему детству и немножко играю в хоккей Для того, чтобы привлечь малышей, для того, чтобы подтянуть как-то детей И все-таки нам удалось организовать некую массовость хоккея Но хоккей у нас ценят не только потому, что мы с вами играем в хоккей Потому что хоккей – это коллективная игра Хоккей – это азарт Хоккей – это мужской вид спорта Хотя уже и женщины начали в него играть И занимает очень большое место в белорусском спорте Хоккей – это великая идеология Спорт – вообще идеология И выше, чем спорт, трудно придумать каких-то идеологических мероприятий Потому что смотрят спортивные состязания Миллионы, миллионы и в мире миллиарды людей Если команда выигрывает, если команда достойно выступает Не надо народ агитировать на что-то Дух поднимается Как в советские времена говорили и подсчитывали Что производительность труда После того, как советские спортсмены выигрывали Поднималась значительно Вот суть спорта И я это очень понимаю, оцениваю и признаю Во-вторых, все прекрасно и вы, и белорусский народ Понимают, что на этот вид спорта мы тратим немалые деньги И самые большие деньги мы тратим на содержание хоккейной команды «Динамо» И насколько я понимаю, что спонсоры «Динамовского клуба» и команды «Динамо» Из частников, которые готовы из своего кармана платить деньги Это мизер В основном это государственные деньги И мы сейчас определяемся, где найти те деньги Чтобы содержать достойно команду И чтобы не было повторения конца прошлого сезона Что не всем вовремя смогли выплатить заработную плату Я так надеюсь, что зарплату вы выплатили полностью И не главное здесь деньги Главное, уважаемые друзья, это люди Болельщики, которые приходят на ваши игры Я думаю, вам тоже не надо рассказывать, с каким настроением они уходят Когда вы проигрываете А еще хуже, когда вы не показываете нормальные игры Когда вы выходите на лед для того, чтобы покататься, размяться Может в хоккей поиграть Но вы не боретесь А я вот часто говорю спортсменам Сегодня спорт это не борьба Сегодня спорт это война Война, которая перетекла из чисто спортивного Приобрела характер политической Большой политики И вы тоже, хотите вы это или нет Я бы тоже очень не хотел Но вы становитесь очень сильными политическими игроками Вот это главное, что я хотел донести до вас И я бы вас очень просил, чтобы вы ценили настроение Ту боль, которую переживают ваши фанаты настоящие, болельщики Когда вы плохо играете Я хочу, чтобы вы это всегда помнили Люди, люди, люди Это главное И вы их подвести не можете Если говорить о команде Я уже сказал, команды пока, к сожалению, нет И тут мое мнение совпадает с мнением нашего главного тренера Нет пока команды, нет командной игры Есть в этом объективные причины Я об этом сказал Есть и субъективные Сказать, что вы вообще бездарно и ничего не можете Я не могу сказать У вас неровная игра Вы начали непонятно как Первый период Куча удалений Забив гол, забросив шайбу Вы вспыхнули и показали настоящую игру Но это была только вспышка Потом из-за недисциплинированности И игровой и прочей Вы пропустили еще пять шайб И в результате известный счет Поэтому я не скажу, что вы плохо играете Не умеете играть Вы можете играть Но игра абсолютно неровная Некомандная И думаю, главная здесь причина Даже не в игре По первой игре, если говорить Просто вы не готовы Прежде всего психологически Я вас просто прошу Уже как ваш коллега Чтобы вы запомнили Одну простую истину Когда вы выходите против кого-то играть Вы не должны на них смотреть снизу вверх Ах, они великие Слушайте, они такие, как вы Они люди Я уже вашим тренерам говорил Если вы не можете переиграть их По классу Ну перебегайте Не давайте им играть И вы это можете Особенно молодежь наша Но еще раз говорю Выходя на площадку Вы должны им смотреть в лицо Вы вровень должны быть с ними И даже сверху Это психологическое давление У вас это отсутствует Отбросьте Это вот сегодняшние игры Выходите и играйте Не уступайте ни на одном квадратном метре Но главное, что я хотел сегодня до вас донести Это некоторые мои требования К вашему коллективу К нашей команде Запомните самое главное Это касается от генерала До руководителя клуба Главное звено команды Это тренеры И рядом игроки Все Игрок и тренер Все остальное Как вокруг солнца Вертится планеты Все должны вертеться Вокруг игроков и тренеров Никаких излишних телодвижений Требований к тренерам Со стороны функционеров клуба И чиновников Быть не должно Когда идет тренировка Когда вы в раздевалке Там место только спортсменам И тренерам Если тренеры кого-то пригласят Он имеет право выйти на лед Или зайти в раздевалку Меня информировали о том Что даже на лед кое-кто Кто там не должен быть Выходит как хозяин Вопреки пожеланию тренеров Третье Я хочу, чтобы это усвоили И тренер, и игроки Коллективное обсуждение проблем игры Коллективно вы должны все обсуждать В этом суть демократии В команде Но решение окончательное Принимает тренерский штаб Они принимают решение Если они не могут договориться Главный тренер принимает решение И берет на себя ответственность Я хочу, чтобы у вас не было принципа Я начальник, ты дурак Этого быть не должно Игроки должны быть на равных с тренером Вовлечены в обсуждение проблем Игры команды Игры Нематериального обеспечения и прочее Это есть кому-то делать А вот игры Это должно вариться вместе Тренеры выслушают Примут решение Игрок не безмолвный какой-то там Исполнитель А партнер тренера Партнер всех хоккеистов Друг для друга Если это не будет соблюдено Вы никогда не будете командой Что касается игроков Я уже сказал Еще повторю Вы такие же Как и великие спортсмены Которые на слуху Вы абсолютно такие Вы можете быть лучшими Это ваша психология Должна быть внутри Но без вашей личной самоотверженности В игре Толку не будет Не бойтесь играть Но не бойтесь вы Во-первых Не бойтесь соперников Во-вторых Не бойтесь лишний раз Бросить поворотов И я лично И весь белорусский народ И не только белорусский Ждет от вас Хорошей слаженной игры Выходите и играйте Все будет зависеть от вас И от вашей игры Будете играть хорошо Будете побеждать Будете радовать народ С моей стороны Будет соответствующее Отношение к вам Мы ничего не пожалеем Для команды Если она будет достойно Выступать И выполнять данные обещания Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok